Дружеские поединки между боксерами Одессы и Харькова, организованные Федерацией бокса Одесской области, собрали всех фанатов этого вида спорта в боксерском клубе «Братья». На ринге выступили 34 пары, как тетлованных спортсменов, так и любителей, которые только начинают свой путь в профессиональном боксе. Организаторы отмечают, что даже во время пандемии сумели провести множество соревнований. Вы знаете, очень приятно видеть, что Одесса возрождается, во время пандемии все-таки проводятся соревнования, и хочется подчеркнуть, что именно Федерация бокса Одесской области, несмотря на такую тяжелую эпидемиологическую ситуацию, уже провела около 15 соревнований и турниров различных. Это были и открытые ринги, это были и массовые занятия спортом, да, зарядка, конечно, соблюдение всех карантинных мер. И огромное количество этих мероприятий именно прошло в стенах Национального университета Одессской юридической академии при поддержке почетного граждана города Одессы Сергея Васильевича Кивалова. Именно Одесская областная федерация бокса является одной из лидирующих в сфере бокса на сегодня, и сегодняшняя встреча, матчевая встреча между Одесской областью, Харьковской и Днепропетровской говорит именно о лидерстве, говорит о качестве спортсменов, которые готовятся в Одесской области. Я уверен, что они будут представлять нашу область и нашу страну на самом высоком уровне. Матчевая встреча прошла в память о мастере спорта Советского Союза, о романе «Песени». Мероприятие открылось торжественным парадом участников, после чего спортсмены возложили цветы к портрету выдающегося боксера и почтили его память минутой молчания. За время выступлений на ринге он провел 128 боев и в 112 одержал победы. Также хочется отметить, что матчевая встреча посвящается памяти великого одесского боксера Романа Песина. Его друг, который годами поддерживает эти мероприятия, эти встречи и боксерские турниры, Ян Ильич Железняк, чемпион Олимпийских игр, человек, который в спорте достиг очень многого и помогает боксу в проведении нашего сегодняшнего мероприятия. Значит, это уже 22-е мероприятие, посвященное памяти удивительного человека, знамечательного человека, прекрасного боксера, тренера. Но самое главное, что он был фантастический человек, который всегда приходил, когда даже его не звали на помощь, чтобы помочь тем, кто в этом нуждался. В этих поединках нет победителей, нет проигравших. Это дружеский матч, поэтому итогом всех боев была ничья. Цель такой встречи – повышение своего спортивного уровня и мастерства. По словам тренеров, их подопечные готовились к этим поединкам с таким же усердием, как и на чемпионат Украины. Мы готовимся три раза в день. К этому турниру мы приехали побоксировать. Мы очень рады, что у нас в Одессе проходят такие турниры, как этот. У нас очень часто такие турниры. Мы готовимся три раза в день сейчас. Подготовка у нас не только к этому турниру была, но и к Украине, и к области. У нас через три дня область. На самом деле я занималась вообще бальными танцами, вообще танцами на протяжении 10 лет. И так получилось, что я приходила мимо зала, и мне этот вид спорта как-то заинтересовал. Я пришла, узнала, на следующий день пришла, потренировалась. Через две недели у меня уже была область, ту, которую я, конечно, проиграла. Поставила себе цель следующее соревнование выиграть. И следующее соревнование, это оказалась Украина, которую я выиграла. Отметим, что Федерация бокса Одесской области работает с большим количеством клубов. В ближайшее время на базе Одесской юрокадемии откроется новый боксерский клуб «Академия бокса». Это социальный проект украинской морской партии Сергея Кивалова. Тренировки для молодежи и детей будут проходить в клубе бесплатно. Виталий Хемий, Игорь Исаенко, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Продолжение следует...